здрасте всем еще разок это вторая часть 1 его первого эпизода о в е шоу там он байк какой-то стоит прикольно не замечал это наверное на выходе типа там слева стороны машина там байк короче да ладно начинаем с матча джеки и продолжаем точнее с матча джеки господи какие у него страшные глаза джеки и ричарда бейкера по моему да хардкорный чемпион у нас джеки но это возможно не надолго это я к чему к тому что я запутался с титлами действительно когда заходил вода смотреть и редактировать кто у нас чемпион я немного затроил и что-то вообще капец запутался потому что у нас есть титулы которые есть у людей но они не участвуют нашем бренде то есть они как просто блестяшки висят у них на поясе это нужно убрать это нужно подредактировать ну и титулы которые есть не всем нравится мне тоже не нравится вот я не создавал свои я качал те что делали ребята но мне не все нравились поэтому я ну не все скачивал короче я в конце если не забуду покажу вам что там у нас есть до ричард бейкер соперник джеки такую прикольную выход кстати придящее это делать штучки из-под ринга уго на карта присел знакомимся в общем продолжаем ну как знакомиться с известными уже рестлерами но они изменены они выглядят очень круто и мое любимое слово колоритно на самом деле клевые чуваки нас создавали своих персов люто мне нравится ну вот такой вот выход у ричарда бейкера неожиданно переместился куда-то сюда снег идет или бумажки какие-то это будто он уже стал победителем расслабания или чё-то типа того но а это деньги это деньги типа шейн макмейн стайл или макмен ну ладно не знаю что это за херня летит скорее всего деньги ну ладно вот такой выход ричарда бейкера я не пропускаю конечно бейкер помню мне полюбился с 15 части в 15 поначалу да и я его постоянно нахваливал кстати к разговору о том что мое мнение немножко на ваше подсознание влияет тоже и вам наверняка в большей большей степени будут нравиться челы которых о которых я отзываюсь хорошо но я в принципе обо всех отзываясь хорошо просто ком-то меньше а ком-то больше ну давайте начнем играть с рандома немаловажная деталь стоит о которой сказать это сложность которая была догадайтесь какая барабанная дробь изи была сложность изи поэтому я так легко побежал в прошлых двух матчах и людям которые проиграли в тех матчах особо расстраиваться не стоит это не показатель вашей силы это показатель моей силы игры на изи но поэтому сейчас уже точно джеки наверное смешанных чувствах также как ричард бейкер хорошо или плохо кто за кого я играю ну ладно давайте смотреть потенциал людей знакомиться со знакомыми и так далее ричард бейкер против джеки интересный мне немножечко факт в том что является ли джеки с фредди в команде ну является ли они так тимовскими партнерами потому что раньше они все время были в тиме но сейчас мне если я не ошибаюсь вроде бы никто не писал о том что должна быть команда о том что я должен это сделать это касается григория филиппа воевого романова все значи персонажи это и есть ну блин честно я не помню чтобы мне писали о том что я создал команду ну если писали лану как-нибудь создам но надо это будет сделать тогда после этой части вот после этой части будет у меня много вопросов по крайней мере они уже есть это касаемо титулов я вам в конце покажу если опять же не забуду что нужно поменять и также вы пишите о своих вот командах да если кого-то я не включил ну как я уже сказал нас 4 команды пока вот кто мне писал прям стопудово что я запомнил в теме там или кто-то в личку прямо настаивал о том что я бы создал команду ой-ой-ой начинаем ошибаться это фэм или состоящий из четырех участников я не буду называть green core и будет club с nexus а ну вот дима мне сказал типа что у нас не new nexus без этой приставочки скажем да new это просто new nexus это я сказал что бы ну написал так чтобы этот анонсер объявлял но вас стоит просто nexus поэтому ну не знаю зачем так сделал ну ладно так хорошо xv босиком кстати джеки у нас в этом матче участвует попробуем прыгнуть на бейкера посмотрим через это получится нормально спиной так на сессонно приземлились ну да вот кстати заметно что сложность по ну другая стала потому что проценты копится намного медленней мне казалось прошлые разы уже было бы где-то под 80 наверное скорее всего не знаю так ну как я уже сказал я играл на сложности изи это я оставил для шоу кейса стива осина чтобы легче было играть ну и то я там перегревал ну и вообще мне кажется что шоу кейсе отдельно ставится сложность тут у нас германский суплекс и череда от ричарда бейкера мне очень-то приятно на самом деле я бы вам сказал и будет он прыгать на нас чё летучих что ли летучий голландец ли ричард бейкер слишком быстро и я и прямо пяточками мне в пузяку приземляется ричард бейкер ну естественно мы реверсируем от дальнейшего дальнейших его планов от последующих атак я чё я ему куда я засадил короче с ножище не знаю не уследил я отвлекся так ну-ка по таунте и кстати говоря вот таунтить я начал и вспомнил о том что у нас есть люди злые люди есть добрые но я не понимаю то ли потому что я скачивал ваших персонажей и все сбивается когда их скачиваешь либо у вас так и стояло но в основном у нас почему-то все фейсы в основном я могу назвать хилов наверное по пальцам сейчас перечислить тут у нас сабмишин но когда сабмишин был моей силой никогда хилы я вот сейчас посмотрю быстренько на первой странице я тут распечатывал себе две страницы а4 и и это чё это сфир нихрена себе неплохо в исполнении бэтгая и сигнатура есть у нас с этим нужно пользоваться ей и мы проводим сигнатуру сигнатуру джеки такая вот что-то типа я вам сейчас скажу чё это такое это не это не опирку это сигнатуру было да это tiger бомб я не буду запоминать все прием которые вы делаете но я буду смотреть постоянно спешил мус и финишер делаем charge финишер сделаем ли мы его удачно да вот это европейский этот апперкот и делаем пин ах канаты блин затупил все правильно аперкот ну я думаю вырвался бы бейкер и кстати заметьте очередная такая же схожая ситуация когда проводить финишер сигнатуру точнее в обратном порядке то потом люди встающие имеют у себя камбэк вот сейчас у бейкера есть камбэк удар по яйкам нечестно но ладно сможет ли он его нам провести скорее всего нет потому что уже его поезд ушел так вырываемся из захвата бейкер не понимает что за фигня происходит получает вдышло и что-нибудь вырубающее на с ноги понюхай пяточку джеки тем более что мы босиком нормально короче хиллы бэтгай и люха ричард бейкер вот как раз против нас сержио серьез киллер это в плане вот этого бренда который сейчас играю потом еще фейс джейсон и по моему остальные все точнее хилл джейсон остальные все фейсы что и странно мне было мне кажется либо юниверс сбивает либо чё ну бывает он не сбивает ну а сам меняет под себя непонятно короче если кто-то там хилл ну напишите мне после этого выпуска потом я уже не буду менять потому что у нас будет к разбиваться сейчас еще ладно то есть в конце этого видоса карта которую вы увидите на следующее шоу то есть на овс супер шоу будет немножечко другой потому что я внесу изменения с титулами кому-то там может быть команды сделаю и прочее и поэтому у нас поменяется еще все немножечко весь карт так что посмотрим чем что у нас там образуется ну к сигнатуру что за сигнатура там что-то непонятно что-то надо другое сделать может быть чувак должен снизу лежать да скорее всего потому что это было бы слишком сложно если бы вот так как сейчас я делаю обычно такие сигнатуры или финишер себе никто не делает идите отсюда тоже неплохой прием ну ка сейчас попробуем перевернуть нашего соперничка ричарда бейкера и попробуем залезть на угол ринга сигнатурочку есть тут сигнатура у джеки нету сигнатуры у джеки погодите я что-то нет не понял а это финишер твою ж мать это финишер почему сначала сигны должны идти а потом уже ладно бэк слайд дайвер спереди надо стоять это саре швипа ну ладно прыгнем просто почему бы и нет прям ягодичками приземлились на нас на соперничка и сделаем ему просто сигнатуру ну-ка вот вот оно другое спином и тут каната нет не каната удерживаем раз два нет вырывается ричард бейкер охренеть серьезно что ли братишка а попробуем теперь заставить его лежать ну-ка с ноги джеки ой-ой-ой как бы не нарваться на ответный нам финишер какой-нибудь да иначе было бы не очень круто а ну-ка слушайте я сейчас отсюда свежу совершу прыжок веры мне бы пожалуйста только силенки на финишер ну они вообще не собирают копиться вот копится финишер шпилю финишер должен же быть отсюда правильно нет нет не такой походу не такой финишер ну ладно я отсюда прыгнул был дропом правда я сам немножко поломался там написано спереди встать я поэтому и подумал но сейчас попробуем также как я пытался сигнатуры хотя я вот вижу комментаторский стол который меня очень заманивает на то чтобы я его разрушил простите ребята я вас потревожу насчет арен не еще написал дима типа скачай арены и титулы ну арены слушай о чем можно биться предметами в чем натуре не нахер ты мне нужен сам сюда иди побежал куда знаете когда котенка пытаетесь поймать а он убегает его за хвост окопа вот я сейчас так бейкера до шести дочитал рефри если на девять не встанет я тогда следу сам ну вставай чувак ладно не встанет сейчас попробуем его сделать положить сюда и омг момент есть у джеки омг момент без финишера обойдемся пока с в углу ринга сделаем омг на ричард и бейкере и это что у нас это что-то типа пайл драйвер это пайл драйвер у или омега драйвер что-то типа того ну в общем это жестко любом случае это драйвер отправили мы в далекий путь ричарда бейкера и я думаю что это будет победа по отсчету в исполнении джеки и ребята я до 7 до считал нас уже парень зебра 8 успеет ли ричард бейкер 9 интрижка забегает нифига себе это хороший бы вы смотрите поменял сложность и уже все уже все по-другому уже все не так просто я уверен что сейчас бейкер докопит до сигнатуры проведет мне ее сделает пин и я проиграю это часто так бывает вот доминируя в бою хотя я тут пытался сделать все что мог но еще не все потеряно не стоит еще пока расстраиваться так сильно джеки вот мне интересно все таки нахрена он доставал предмет если ими нельзя биться мне так хочется вырубить рефери ах не попал ладно ошибка очередная ошибка в моем исполнении что-то что-то мутит бейкер очень жесткая и вылетает за пределы ринга сейчас бы вырубить рефери сорян братишка и очень быстро поднимается рф я бы не успел дарить даже предметом ричарда бейкера сигнатура есть у него надо реверсировать надо уворачиваться от этой атаки иначе будет плохо и мы можем проиграть снова недопонимание на лице ричарда бейкера перебинтованный джеки мне напоминает крису жерику когда-то он тоже ходил немножко с перебинтованной рукой много кто ходил с перебинтованными перебинтованными ручками и плечами но ничем сигнатурка ага-га-га ого-го-го а ну-ка встал сэлыш бейкер вставай ну-ка ты чё не понял стал он не понял придется самому поднять надеюсь он не с реверсирует иначе будет плохо он не реверсирует и получает tiger bomb а теперь попробуем то что у нас не получилось в прошлый раз да правда сколько сколько же сил приходится тратить на то чтобы понять чувака тяжелые блин все какие ну-ка повернись ко мне избушка передом к лесу задом и финишер вот он финишер сейчас заценим с вами чё за фигня ну что за фигня конечно штучка стоит у джеки уже мне нравится так танцульки что же будет дальше нас колено твою мать а тут уже вот так вот ну правда не дотянулся немножко ну или в очко попал я не знаю куда но было больно бейкеру и заставляем рефери вести быстрее отсчет попробуем еще прыгнуть отсюда если ричард неугомонный поднимется в любом случае как я уже сказал с изменением сложности все что выглядит получше слушайте он перестал считать нет но встает нас ричард бейкер и приземляемся мы на него звезда упала скажем тогда и запустим вот в эти оранжевые ступеньки я почти попал с размером немного не то видимо у джеки да все не считающая иду сколько прыгнем отсюда это чё было это что за херня сейчас было ок не помеха рефери так хочется вырубить и ушатать стулом ричарда бейкера но правда это не по фейсовскому получается тут у нас хилта бейкер именно они мы поэтому странновато я мучу ой-ой-ой-ой-ой это заявочка это это гарпунчик и еще один гарпунчик ухты что-то разозлился по ходу ричард бейкер над всеми этими издевательствами которые мы над ним совершали или пытались по крайней мере ну-ка реверсировать а как это быстро нет это сигна или просто по приколу это было просто по приколу я поржал спасибо камбэчина не только ты умеешь делать камбэки я не попал да встань пожалуйста я тебе еще раз сделаю ссори не получилось первый раз можно второй раз отлично треугольник нажали крестик нажали все наш камбэк камбэк в наших руках отличный кик и дальше сигнатура вот сигнатуру какую бы сделать я даже не знаю мы сейчас запустим в космос ричарда бейкера и сделаем ему сигнатурочку подловили и сделали пауэр бомбу а почему бы не сделать ему сразу финишер слушайте а умеем ли мы красть финишеры кетчин финишер делаем точнее да апперкотина получай и делаем пин я думаю это победа раз два три вейк аптаун делали и все победа за джеки несмотря на то что я изменил сложность я поставил хард вот тут написал дима по-моему что а нет не дима кто-то написал короче что это не похоже на легенду но я на легенде вроде не играл на легенде я каждый бой сливал хотя тут такая грань на легенде сложно я часто вообще проигрываю постоянно практически да на харде вроде тоже бывает сложно и проигрываю но больший процент победы вот что-то среднее бы дали нам в любом случае матч был неплохо по крайней мере мне понравилось ну и у точнее ричарду бейкеру расстраиваться особо не стоит потому что у него еще матч в мейн ивенте против команды макси и илюхи то есть против буллет клаба именно против буллет клаба посмотрим сможет ли фэмили одолеть нас но это еще в мейн ивенте это еще ждет нас впереди но пока мы наблюдаем с вами реплей сыгранных сыгранного боя вот между джеки ричардом бейкера но в принципе не знаю как вам но мне нормально вкатил может быть потому что выиграл так чё я хотел что-то вам сказать про сложность сказал про титулы это мы с вами посмотрим а про мнение про мнение рассылмане я хотел сказать я еще не забыл я не посмотрел мне некогда было смотреть я посмотрел последнее это матч шейна и гробовщика дальше я не стал еще смотреть я смотрел некст еще ты кравил или как это take over take over sorry вот поэтому рассылмане очень смотрел я походу пейбек выйдет я тогда выпущу мнение рассылмане слоупочной немножко да уже никого не интересующая но я хотел сделать я запилю как-нибудь в каком-нибудь видосе может на стриме вообще поговорю об этом не знаю посмотрим что касается хило фейса я сказал да то есть у нас хилов мало почему-то я их перечислил остальные все фейсы скорее всего сбилась давайте переходим к следующему матчу повтор закончили мы смотреть нормальная такая победка джеки дальше нас ждет fatal for way который я назвал так тимовским спутал немножко но это fatal for way ричарда бейкер здесь не будет здесь будет bad guy sorry немного хотел напутать но нормально все сказал вижу здесь никиту бунина вижу она валдина вижу bad guy а вот 2 это кто у нас я еще не привык а это вульф он написано вульф пэй вульф пэй да да кстати смотрите на на стороне вульф написано на шее на другой пэй или подожди что там написано вульф а это да показалось это y вули короче кто-то еще удивился что-то какой-то коммент был на ю тубе типа вульф с одной написал или это явка в описании ну не знаю короче лан так что еще хоть но вот насчет команды джеки и фредди я спросил люди знающие знают они мне ответят делать команду или не делать но раньше были всегда не в тиме я поэтому и удивился что сейчас не так сейчас посмотрю на ю тубе в комментах мой в описании что я реально неправильно написал что ли или чё там вульф с одной о кто-то что такое написал так они погодите его что тут не было значит это не мне было адресовано ну окей так фейса хилла сказал хотел сказать еще вам протокол фигню ну чё-то бой у нас долго стартует да ну ладно понятно это потому что созданы персонажи и все такое кто-то я говорил что не успеет залить своих персонажей и будет мне писать типа блин я не успел когда можно залить можно будет залить только наверное когда будет добор добор персонажей и я вообще хрен знает когда он будет потому что не очень хочется тревожить универс добавлять чуваков потому что у нас собьются карты могут сбиться противостояние и прочее хотелось бы сыграть месяца два игрового то есть если по реальной жизни где-то через несколько месяцев только и наверное и будет добор этот я не знаю еще мне чувак писал я ожидал такого поворота событий вульф пэй выходит у нас первый неплохо выглядит вот не знаю блин мне так нравится как челки сделали себя челочка такая мне я люблю когда у чуваков вот так челка ну не эмо челка конечно вот вот так вот причастен такой типа с челочкой какой бешеный вульф пэй господи кто выпустил эту собаку хотел сказать я у баба вот она сейчас зря лезла ушатай ее вульф ушатай на во короче кто выпустил волчонка волчище господи какой он бешеный вот он по-любому же фейс ой хил вот по-любому хил а у меня не написано что он хил вот фейс он в игре игра сделала и у тебя фейсом понимаешь короче ребят вот вы мне напишите кто должен быть хилом у вас или кого вы заливали точнее хилом он случайно поменялся вот напишите я изменю вас хилами перед следующим первой следующей частью скажем тогда потому что если не напишите а будете подписать потом я не буду менять уже как будете так будете вот выход у нас еще не менее бешеного шустрого никита бунина совершился это представитель нексуса собственно там будет еще один представитель нексус сейчас в этом матче но следующий выходит не он далее у нас гонг гробовщика да но появится не андертекера кто-то мутный иной у нас появится сейчас это же роллин это же лимбискет сейчас выйдет наверное фред дёрст или вы ёп твою мать это кто это бэдгай ну судя по логотипу рамштейна на заднице это бэдгай это бэдгай господи бэдгай какой же ты красивый стал что с лицом ну норм норм он кстати в маске тоже будет что ли а тирки возможно рандомные стоят поэтому ой тут еще логотип брингами бринг ми с хорайзен каждый паразм называет клёво клёво такой у нас метольный чувачелос кто-то предсказывал кстати что у многих будет стоять лимбискет на выходе как песня но пока это первое что я первую у кого на выходе слышу я лимбискет вот так вот я хочу играть за бэдгай а вот серьезно вот он подкупает вот я не знаю все крутые чуваки но ого там пердящие какие-то штуки он что набздел ого огнем ладно а он улыбается у него там что-то белое жвачки что ли ну ладно неважно у меня тут на листочке написано то что я должен был вам сказать до заметки и внизу написано на листочке булочка сыром это что это к чему это я хотел видимо хачапури что типа того и написал чтобы я купил прикольно кстати приятного аппетита тем кто кушает я знаю люди любят кушать когда я снимаю точнее выкладываю видосы так здесь у нас что-то перебор с заставка гробовщика и как бы мне из-за нее не заблокировали видос такое может случиться я даже предсказываю что это будет но буду опротестовывать и будем бороться с этими придурками которые блокируют на видос короче я сказал о тех кто и последний выходит у нас воно тоже представитель нексуса да только что сказала у нас ленинга россия вот короче сказал про персонажей которых люди не успели создать еще случай который я ожидал пишет мне такой чувак ты качал людей из темы я говорю да он такой а почему нет тогда моего персонажа я ему говорю ну я так посмотрел на первой странице действительно там был его персонаж я говорю ну я его искал я его не нашел а потом он знаете что пишет он пишет что он создавал его на пока занавес все таких в общем людей было много но я понять как бы могу что они не знали может быть что если связь пока и ps4 там да и прочее это все равно что у меня когда не было приставки я задавался тем же вопросом можно ли играть иксбокса и ps4 ps3 точнее тогда на одних серверах и прочее но нельзя вот так же и здесь нельзя создавая на пока чтобы я видел space 4 ваших персонажей много таких было и люди очень сильно удивлялись а еще люди просто писали своими фамилию чтобы имя персонажа чтобы я им создала потом спрашивали с меня где мой персонаж я же тебе писал об этом ну я не создаю персов даже сашки кстати я забыл сашки мы тоже должны были добавить но кто-то мне его обещал сделать только не со стандартным лицом да и гор вот ну такая вот фигня давайте выбирать с кем мы будем играть fatal four way 2 как мне нравится играть юниверс твою ж мать и здесь еще не будем отвлекаться на даби вот сейчас сыграем несколько эпизодов да и освоимся уже у нас будут какие-то фью да и прочее обычно четвертый пятый матч предоставляют нам какие-то интересности какие-то сценки до после или во время но во время ред реже бывает конечно но если они случаются это клёво это влияет на дальнейшие противостояния раеволи да и прочее но у нас пока только начало и у нас никаких раеволи нету вот и еще я изменю всякие там команды и прочее тогда все просто окунемся полностью головой в тазик с юниверсом и продолжим смотреть давайте выбирать кем из этих четырех лакеров я хотел сказать людей которым повезло оказаться в юниверсе мы будем играть мы будем играть в но окей ванно разрушители я помню в пятнадцатой части он что-то крушил ломал еще и угрожал нам руководство военную теперь нету руководство во я теперь есть более клап мать его у так вот через плечо и зубок зубочистку или сигу я не знаю но не курите ребята это нехорошо короче все играем за ванно и поехали чего все на меня-то сразу идут в видафе просто кипящня пошла если fatal for with он наверняка здесь есть ого как столбиком сейчас воткнулся на обед гай и ага выступает он без маски кстати да можно биться предметами судя потому что это fatal for вы там уже пошла в ход бита в исполнении вульфа а я вот достал кума кувалду а чё бы нет слышь туда иди по телосложению ванно похож на кейна слышь вот такой шкаф подходит к вам вот так вот широко руки растаясь слышь сука ой не туда не попал я немного и опять не попал что такое что-то с точностью у меня блин в гузло куда в гузло отошел от меня хоть мне и написал что слишком поздно но я играю гигантским ванно ему все можно вот такой высотой то падать ага с колена вульф пинает мне в лобешник и мини-нокдаун такой пошел нахрен отсюда вот это расхлобучивание вы видали просто как наш пинговал я сейчас вульфу но здесь еще интересный факт в том что два тактимовских партнеров на одном ринге это как я уже сказал на никита бунин и ванно валдин и им придется делить между собой победу потому что победитель fatal for вы естественно должен быть один я думаю что если кто-то из них победит то остальные не расстроиться главное чтобы они проиграли не проиграли оба из-за того что между собой будут выяснять кто же должен победить часто такое было в сюжете даби-даби когда играет скон трипл фред или fatal for вы и двое из этого матча являются командными партнерами они начинают спорить кто должен выиграть в этом матче и побеждает вообще левый чувак вот собственно главное чтобы здесь этого не повторилось для опять же ванно и никиты бунина для остальных то без разницы они в соло играют хотя вот у бэдгая ему можно думать проиграть потому что его тактимовский партнер допустим проиграл да я имею до ричарда бейкера значит можно ему проиграть и скорее всего у них будет отмазка такая что они оставили все силы на мэйновым хера себе чего нас мутит ванно можно и потаунтить слышь вставай засранец я тебе сейчас жопу надеру вот так он должен говорить ванно можно озвучки знаете короче в игру ставить типа ну я не знаю кто как разговаривает у кого-то голос но типа такой ванно поднимает такой вульфа слышь собака вы я тебя сейчас ушатаю короче ну естественно я так прикалываюсь не обращайте внимание я не тролли ничего все нормально опять же пошло нахлобучивание как же мне нравится а плюхи эти в исполнении ванно и мы ближе всех к тому чтобы сделать сигнатуру но мне кажется сейчас вульф так думает про себя господи почему я попал под его натиск это чё будет пауэрбомба это будет last ride нет это будет пауэрбомба да это было пауэрбом я пойду достану пошла ах тут же нету тут же нету стола нету больших возможностей выбора предметов тут вообще нихрена нету думает ванно и ну нафиг достану я вот стеснется мне нравится цвет стел степса наших стил пост железных палочек бум такой пустой звук забавно кстати наверняка так как ванно очень крупный очень мощный мы сейчас попробуем сломать баррикаду ой не добежал немножко у нас соперничек мне интересно вот сейчас бэтгай смотрит на себя или то как мы тут деремся так же как и никита бунин забрали у нас финишер подарили мы его вульфу и у вульфа есть сигнатура как-то странно сейчас ванно бежал вроде в одну сторону его резко занесло и он так медленно воткнулся вот минус создавать крупных чуваков том что они крупные и медленные собственно не то что крупный наверно плюс но медленные зато может силы это лучше держишься хотел с каната прыгнуть мне кажется я бы раздавил вульфа вдали какой у нас гигант просто ванно вот ванно надо ой да все правильно ванно надо пересечься с фредом грейвдом это из другого ну в кавычках бренда там в маске такой джейсона чувак тоже крупный вот им надо пересечься но кстати говоря пересечении по моему стоит у меня открытая возможность чтобы был драфт были драфты то есть из основного бренда могут людей перекидывать на второстепенный и наоборот так что разнообразие нас будет ну и кто-то спрашивал меня пейпер ю общая или у каждого свое пейпер ю будет общее то есть там будут играть люди из о в е шоу и из о в е супер шоу сейчас бы насел степс было бы клево швырнуть соперника но не получилось каждый занимается своим но в принципе оно и правильно было бы странно если бы я дрался с никитой буниным вот поэтому мы разделили как-то соперников и пока деремся так как есть ну-ка что мы сможем сделать сейчас нашему сопернику можно конечно что-то со стил степс помутить но на каната я хочу облокотить что-то не получается вот получается и что же здесь и здесь мы вылетаем ну еще и здесь мы остаемся этих ай блин не удалось реверсировать атаку вульфа мне кажется он сейчас щекочет просто мои сиськи и мне вообще не больно ну просто это так выглядит такой гигантский воно и не особо гигантский вульф но это еще далеко просто камера и так может казаться ну да ладно каким бы он ни был крупным или маленький вы просто макси еще не видели с моими тоненькими ручками так что все нормально там что сейчас будет попытка на пин нет еще рановато видимо делать попытку на пин что-то там странное очень происходит но нахер вот это он воткнулся там совращение строптива на башкой на она и раскроилась лицо у на bad guy а вот такой жестокий никита бунин и сигны есть у них у каждого вульфа есть финишер мой финишер кстати говоря но у него перешел он тогда сигнатуру все равно обидно так за труселя поднял и вперед я думал кинет назад там где стресс целся с но в любом случае тут взаимодействие со стил степс очень дерьмово и надеяться на то что кинем его туда назад было очень глупо немного попробуем сделать сигну на нахер подошел сюда получил power бомба бум вообще так наш задницу без б шлепается в но там очень сильной а это я избил очень сильная вульфа прости чувак я не хотел но ты попался в она в руки и что поделать финишер что же за финишер у вануа f5 почему бы и нет и попробуем сделать пин пока там люди разбираются между собой раз два три серьезно ну ладно ну я очень сильно избил на самом деле вульфа потому что он не практически ничего не смог сделать даже я бы сказал разные весовые категории вот так вот наверное правильно было бы выразиться но пока там бэтгай разбирался с никитой я воспользовался своим шансом смотреть я делал пина там что-то тоже крутое при этом дети было классно если дети но и расстраиваться не стоит они вообще оба упали вниз и по-моему провалились расстраиваться не стоит всем кто проиграл никите бунину например потому что победил его тактимовский партнер партнер команды остальным но потому что fatal four и все-таки сложнее чем 11 поэтому не расстраивайтесь кстати если дима олмар я так тоненько щас намекну будет вести счет стриков и вообще статистику какую-то юниверсу я был очень признателен вообще нравилось мне всегда когда дима помогал мне с юниверсом да то есть я как я снимаю когда могу но бывают моменты что я долго не снимаю да и забываю какие-то противостояния что у нас был и прочее а потом смотря опросы или какие-то предписание описание к матчам которые должны быть у нас я смотрю то что писал дима и я просто вспоминаю все что события которые у нас происходили это очень клёво и в видосах есть о чем рассказать статистика до противостояния кто чего там происходит как это клёво это клёво что так можно сделать еще мне позабавил комментарий или что вопрос типа что это за промки у нас в группе что это за фигня вообще что происходит и кто-то написал что евгений семёнов вам написал что люди просто очень сильно увлеклись виртуальным рестлингом или что-то типа того на самом деле это можно сказать это и есть но в моем представлении виртуальный рестлинг это дерьмище которое просто я дольф зиглер все и ты победил ты там проиграл ну что-то люди конечно на фантазию это клёво может быть но вот так вот визуально когда можно хотя бы поиграть и представлять что не я там дольф зиглер а вот мой персонаж и пусть он играет это уже тоже виртуальность да скажем так но это как-то поинтереснее выглядит но подошли мы в общем голубом мейн-эвенту тег тимовский бой люди которые не одержали победы сегодня нашел находится справа у них даже они по-моему в одном салоне загорали у них цвет кожи одинаковый или ездили может быть вместе куда-то так хочется по черному юмору сейчас сказать что-нибудь типа на свидание но я я этого не говорил ну слева конечно тоже может сказать да у вас тоже одинаковые почти цвет кожи вы тоже никуда не ездили и вы не ходили на свидание наша взяла короче команда буллет клап илюха и макси против команды полу полу команды полу состава фэмили это бэтгай и ричард бейкер еще напомню что у них в команде фэмили находится сержио и алекс брукс который также в этом же бренде надеюсь обойдется без их помощи но у нас пока ни одной заставки не было но и без заставок в принципе играется неплохо все будет впереди все только начинается не забываем об этом к слову говоря буллет клап сейчас быстренько скажу что у егора тоже стояла лога но он сказал что его поменяет он к нашей команде причастия не имеется что у нас тут происходит у нас выход нашей команды прошу любить и жаловать буллет клап макси и илюха ха-ха-ха вылезаем мы стык тим чемпионство да мы же чем ты чемпионы твою мать видали опа закинул титул макси люблю люблю я юниверс клёво круто что-то я не понял кого там называли ну ладно вот такой выход у нас что-то в стиле ассеншин да только по моему когда я создавал выходы было наоборот немного снизу был илья а я был сверху это звучит странно но ладно неважно выход в любом случае наш выход вроде клёвый бруто я очень последнее время много сказал до слова клёвый забудем забудем и вот они наши так тимовские сопернички фэмили вечер бэкер the bad guy были на так клёво говорит family the family представитель семейки сейчас у меня фантазия опять в голове было бы круто сейчас они таки подходят к рингу короче мы такие стоим кулаками машем на готове и сзади еще два так тимовских партнера сержио и алекс брукс вылезает и начинает вчетвером нас нахлобучивать вот это было бы клёво вообще но увы в игре мне кажется такого и вряд ли будет но блин это вообще было бы сногсшибательно наверное посмотрим что мы сможем увидеть в этом матче кстати мы как-то быстро с илюхой вышли я всегда когда создавал дел выхода я мне казалось что намного дольше может быть с титулами так мы что-то тут базарим эти чуваки тоже базарят ну давай ты в бой ну поехали а чё погодите смотрите у илюхи как-то рука очень длинная или мне кажется или он какой-то крупный по сравнению со мной что за фигня я вообще как школьник выгляжу ну илюха ржал над этим когда я ему показывал своего перса объясняю в чем дело дело было так я создал своего персонажа примерно одежду все такое потом поговорил с девушкой говорю давай типа создашь мне отирку одежду типа она мне начала редактировать всего моего перса на мне подредактировали лицо лицо кстати стало намного лучше серьезно меня больше похоже ну со стороны человека лучше понятнее как я выгляжу вот и одежду начала делать ну нет а до одежды мы не дошли потому что она редактировала мое тело мое тело было настолько тощим что я знаю я выглядел как богомол ну ладно сейчас посмотрите собственно что вышло из меня и у меня был очень большой рост я был вдвойне похож на богомола но рост я уменьшил до своего там фу так же измеряется я сделал как свой 181 там или чё-то типа того поехали я буду здесь без рандома я буду всегда играть за нас за себя это я говорил еще в 15 части ну стартуем а это была моя рука тогда все нормально я как бы не особо крупный но ничего я в жизни такой нормально и что-то нам сразу каттер вписывает ричард бейкер чё за фигня илюха я буду стараться не подводить тебя школьник сейчас вам всем наколупает на блин получить суперкик ну поехали макси илюха против ричарда бейкера и бэдгая противостояние группировок family и bullet club ну на самом деле я всегда говорил а чё зрители такие тихи всегда это чё такое что за скачки уже страшно ух сплэш такой неплохой навсегда говорил чтобы ну не то что говорил желал такого чтобы люди создавающие создающие себя для бренда делали похожих на себя людей то есть всем конечно хочется брутальности там какой-то качёвости до бородотенции какой-то лютой но я сделал себя вот серьезно я наверно так же и выгляжу как школьник поэтому я вот такого себя и сделал собственно тут хоть волосы еще есть на ней аж не лысый пока а что-то зрители какие-то тихие серьезно я как бы не ощущаю интриги это же main event ну-ка покричите дома у себя правда тише чтобы родители не слышали а тут запретят смотреть еще мои видео так надо его уворачиваться отлично отлично главное чтобы я не подставлял илюха то было часто в прошлом прошлой части как я дрался дрался чуть лажал потом выходил илюха и спасал ситуацию также попробуем тэк сделать красавчик были но удар по бейкеру от илюхи не помог передать мне тэк все-таки выкарабкался бейкер из-за этой ситуации но хочется конечно побеждать в натуре пин блин я же думаешь не вырвусь было бы обидно так то у бейкера больше процентов чем у меня да ладно такой щенка за него не копится больше нет я не хочу ваши объятия вашей команды пошел нахрен отсюда ой смысле аутон овер а я ей опять реверсирует ричард бейкер какой же он лютый на реверсы я его сейчас все таки загребу в нашу команду бум сбиваем его с ног и можно потаунтить и братцы мне кажется настолько реально выгляжу странно что зрители даже не поняли что я кричал поддерживал илья илья ты где ну илюха смотри сам подставляешь команду то нашу ну чё такое я хотел тэк передать а сейчас ты нахрен там нужен помоги мне блин германский суплекс череда германских суплексов это еще хуже это мать его мейнмит они у меня еще наушник второй заработал и как-то погромче слышно зрителей стало нормально опять пин я конечно понимаю что у меня репутация после турнира такая себе что я плохо вырываюсь из пинов да ну блин серьезно что ли еще же ничего особого не было а процентов больше у меня ну и сейчас на карту и и уже потеряют значимость так или я сейчас сам просто так передам тут вышел чувак фанатором что на погоди я тоже такой дери с ним я не могу бить таких же как я нормально нормально все все хорошо поцелуйчик это что это за лебединая бомба и что это было не знаем это странно сейчас было но мне кстати сейчас получается к илюхе то не подвести люк тэк люк тэк дабл тим петюля все какой гигантский или а вот блин вообще но он вроде и большими ой-ой-ой еще будет что-то крутое ух только я не слышал как макси прыгнул и сейчас я не слышал звука это странно что-то не все звуки не все звуки прорисованы смотрите вот так вот ладно нельзя поставить пол чтобы было все видно я такой миниатюрный по сравнению с ильей это капец ну ничего все нормально я создал себя мне мне насрать дрищ и есть дрищ ничего поделать не могу простите а если есть в комментах люди дрищи которые набрали массу какой-то сделали скажите мне пожалуйста я очень ленивый мои характеристики я очень ленивый редко занимаюсь и способен к труду так что подскажите сейчас напишите по в качалку иди а жрать как как больше как заставить себя жрать больше ладно я чё-то отлегся все ты чё я не понял вы видали бэдгай не хочет застревать нашу муглу да ты чё твой угол наш угол ой-ой-ой-ой-ой я смотрю тут очень дерзкие ребята собрались сегодня против нас в мейн-ивенте как же хочется ушатать стул он кого-нибудь так еще передают чего-то я щас тэпс ты чё дурачок что ли суперменом себя возобнил я конечно понимаю что относительно недавно был фильм бэтмен против супермена но блин тогда бэтмен победил если ты так летаешь нормально дальше залез опай спином это что-то что происходит погодите он срегрессировал охренеть вот это кстати крутой реверс сейчас был я думаю что-то я завис как-то это не пошло сворачивание клёво это сейчас было вообще очень огонь прям спотыкается бейкер уже да у нас бейкер рефери решил выбросить стил степс спасибо я мог и сам отлично мы врезали блин хотел рефери уж а то не получилось хочется передать тег я люблю так тимовские приемы вы видали какой мы до этого лютый сделали с максим ну-ка давай братан пятюльку сейчас будет что-то новенькое так разогнался школьник из ноги все нормально 97 процента блин меня самому обидно называть себя школьником но с бэдгаем ой с бейкером я еще более-менее как-то выгляжу а это люха очень крупный качовый такой что не сигнатурка моя он меня такой по буллет клубу точнее по буллет клабу это рукой шлепнул типа я тоже к вам хочу сигну сигну мою схлопотал да а значит не хочешь финишер вот такую вот штуку видал ну-ка ложись пин раз два и помогает бэдгай своему так тимовского партнеру и люх иди на место и люх место это как собаки блин чё нажимать треугольник бульдог ранен бульдог и братцы или а ты мне нужен в углу или я или я место да я шучу не ну на месте илья нужен дабл омг а сейчас проведем мг что там за мг у нас стоит на в чечло сейчас будет что-то очень клево нет а это просто ммг это не тактим финишер это германский суплекс за пределы ринга суперплекс но здесь были стил степс это конечно сурово вис и зосом сразу начали скандировать зрители тут у нас счет от кувалда это неинтересно залезаем на ринг и передадим так и люхи хотя вообще по плану наверное должен был подождать пока залезет соперник и уже потом ему сделать ну ладно мы можем пока вот так вот ой он ведь не щас кинет да блин не трогай меня нельзя руки фу руки прочь то капец я так бесконечно же бы буду здесь сидеть а спихнул меня 7 уже насчитал рефри что неужели не поднимется ричард бейкер что слабенькие такие ребята ой-ой-ой поднимается ладно молчу или не вот такой мать вашу где я нахожусь 8 давай найн тэн найн быстрее взбивает бейкер господи как он любит создавать интригу мне кажется в третьем матче тоже что-то такое было очень долго он не залезал на ринг или это в другом где-то было матче ну не знаю ладно бэдгай решил до отправить вход ну ничего мы ему тоже задницу надерем мы же болит клап нашего времени ух ух окей окей молчу как он любит этот прием ага прыжочек неужели поздно поздно реверсирует приземляется прямо в цель рича ой бэдгай но мы на ногах это чё сейчас было те за дерьмо я завис в воздухе непонятно в каком приеме что-то типа код брейкера или что это было я не знаю и и все такой вот что-то типа лайк дропа камбэчина камбэчина есть у нас так треугольник кружочек и в табло получает у нас бэдгай и значит есть у нас сигнатура после проведенного камбэка сигнатурка есть и в исполнении ли смотрим сигнатуру господи я уж подумал среверсировал бэдгай нет ни хрена подобного а дальше ножка так как висит а на канатах чардж финишер макси твоя очередь выбегай спасай помогай проведем ли мы финишер да финишер мы проведем бам отличный пайл драйвер макси макси твой черед макси выбегает быстрее два три нет не три не три макси даже вы выбежал помог провести бульдог но бэдгай вырывается это охренеть это реально похоже на мейн-эвент пошел очень дикий движ у нас сейчас на ринге печалить немного то что у наших соперников есть сигнатура у нас ничего из этого нету но в любом случае нам нужно реализовать макси ты чё закатился тебе здесь не место иди иди в угол макси в угол макси я сказал в угол ну ладно илюха сам разберется пока здесь со своим соперником главное не схлопотать неожиданную сигнатуру или что что или еще что-то типа того ну-ка сейчас чего мы тут забацаем суперплекс ого это пин ну-ка считай рефери не отвлекайся подонок раз два да опять вырывается бейкер ой бэдгай ссори я хотел сказать о том что смотри кори бэдгай видал как медленно шел бейкер он тебе не хотел помогать а прием кстати был от нас очень клёвый люху тянулся норм и вот это клёво я опять сказал клёво ну не обращать внимание делаем вновь пин 1 2 господи вообще видели чё делал бейкер условно бухенький щеканочку так меня не бить нельзя или у тебя силы закончили ссори передам так что мы сможем сделать здесь здесь пятюльку это мы уже с вами видели да нет это и мы не видели на как же макси любит давать сопернику понюхать свою ножку чё мы будем делать суплекс нормально слушай что смотришь тут а пошел отсюда я попробую сейчас сделать какой-нибудь прыжок веры а пока туда залезу уже бэдгай встанет на ноги нет не встанет облдроп и так можно спину сломать сейчас бы беспалевный пин после пина пин да но уже на ногах наш соперник но я ростом тоже но я смотрю всех гигантов каких-то создали себе так не не получается передать так аута нового такой да как сказал комментатор вот еще прием спином я обожаю такие приемы он просто смотрите как загорает загорал у нас бэдгай он опять вырывается вы посмотрите какой жесткий какой как же он хочет достать победу фэмили своей команде своей семье если можно так сказать и люха чё-то мы поменялись здорово а я в носеру мне прям в носеру втащил и вот начал действовать ричард бейкер я хотел сказать о том что мы поменялись углами но нифига подобного у меня мало сил у меня очень мало сил мне кажется очень плохо сейчас макси состояние не ахти старый как-никак сыплюсь чё происходит неет германский суплекс суплекс сити бич у нас на ринге просто лютый экшен я не знаю что помоги илья ильяс ильяс бьют нет надо уворачиваться я сделал это айдидит ну-ка пошел отсюда давай к нам в угол погоди брат я отдохну можно ща погодись финишер чтобы набрался ладно а финишер то это надо три по моему да этих ну ладно мы сделаем чардж финишер и я надеюсь что чардж финишер произведенный на ричарде бейкере будет удачным код брейкер разбито лицо у нашего соперника и мы делаем удержание раз-два-три нет опять не 3 охереть что же вы делаете я разминаю шейку что-то много народу на ринге и проводим к обещину крестик смысле среверсировал как так а чё за фигня я нажал крестик вставай макс солнце и и давай еще вторая попытка камбэчина типа первую никто не видел крестик я вот нажимаю до смысле нет блять ой простите вслух я не хотел а чё почему нет то я просто сильно переживаю за исход этого матча почему камбэчина не проводится попытка номер три и это треугольник так как нет еще я не так делают а это очень странно и все у меня сейчас закончится камбэк до секундуру мне все равно есть такой посмотрел по сторонам разбито лицо у бейкера не забываем об этом он так улыбается на меня просто смотрит что происходит вообще просто передам я пожалуй так и люхи пускай он разбирается с этими ребятами опа дабл суперкик вы просто посмотрите какая мы суперкоманда мы просто делаем дичайши дичайши крутые приемчики и мы смотримся я сакет мафака так это я размялся на канате нет натуре что ли реф реф лишний на ринге пин не делает ты чё это не прерогатива прерогатива твоего соперника суперкики как же они любят тоже типа показывает нам что они умеют суперкики в натуре ватафак что с этой игрой не так он же мне ничего не сделал единственный минус что у меня сил было мало и все это значит полоска такая дерьмовая ли я думал максим не поможет он чуть медленно шел ну сорян люк все видимо дело во мне в прямом и переносном смысле как бы да и тут я сижу игра и там максим помог допонтовался называется все-таки bad guy и бейкер одержали победу ладно значит они могут отмазаться спокойно со спокойной душой за предыдущие все свои промахи в соло матча когда все-таки показывает видимо не то что в команде они сильнее но не знаю мне кажется по ходу матча лучше выглядели мы с ильей но просто чуть-чуть не хватило умение играть удачи я не знаю ну вот здесь непонятно я я не да нет не здесь где суперкик не вписали это зарешало очень сильно зарешало не удалось одержать победу ну блин его дабл суперкик туда же замедленном действии и дальше дальше просто непонятка вот этот был кик и просто пин просто после кика ну как вот смотрите за действиями макси ну что это он вышел раз-два он спокойненько идет пешком почему не возможно потому что у него не было просто сил но уже отмазываться не к чему проиграл так проиграл но матч был не за титул поэтому я поддался чтобы было интереснее играть следующих матчах с фэмили а то они сейчас проиграли бы и таки да ну нахер эти титулы мы не будем гнаться а мы с илюхой понимаем что команда против нас слабенькая и мы поддаемся сейчас чтобы они были уверены в себе а потом и изи с красотой на поперю одерживаем победу и уходим так сейчас какой-то пацан забегал тут микрофон у меня забрал разговаривал с вами не знаю чему он говорил но ладно порадуемся за фэмили мне кажется чуваки наверное переживали так вот сидели блин типа ну вот я имею ввиду bad guy и бейкер и все кто за них переживает такие сидели капец капец что-то нам нахлобучивать ну все это походу гэгэшечка а илюха так сидел наверное с сигаретой такой толстый такой кубинской короче ногу на ногу сложил такой в очках такой фу изи макс он красава давай их разматывай заканчиваем меня уже бежать пара там на учебу или еще куда на тренировочке и тут происходит обратное побеждает фэмили которые радуются просто вырывают с ноги выбивают окно кричат на улице и илюха давится кубинской сигаретой и звонит киллеру чтобы он меня убил потому что мы проиграли что затем ну ладно шоу получилось лютым кстати говоря мне интересно ваше мнение насчет формата я хочу делить юниверс то есть допустим да вот в прошлой части у нас было два матча и на финал 3 вот я хочу делить дальше чтобы вам не часовые видосы как раньше выкладывать но разница не между видим видео наверное будет один или два дня чтобы это то есть я буду записывать все в один день но просто делить на две части и заливать в разные но чтобы не смотрели по часу по полтора чтобы минут по 40 там было я не знаю ладно давайте смотрите я щас тогда мчо тут у нас тут пока ничего не раевал ринчу нету скипаем дальше и сейчас вы видите карт который возможно изменится то есть это не стопроцентный вариант потому что как я уже сказал в начале видоса где-то что я поменяю тут кому-то команды вот мне интересно пока команда не кто-то просто захотел а к те кто были раньше это вот фредди и джеки если не надо тогда я не буду делать все у нас будет 4 которые есть family green core bullet club и nexus поменяю хил и фейс это тоже может повлиять и поменяю титул и тоже может повлиять на карту поэтому если что-то изменится то ну вы будете к этому готовы ну а пока вот такой чоппер дэдди против или акинга кстати чоппер дэдди это у нас я переворачиваю сточек тут все написано сергей косарев видимо ну я думаю так правильно говорить чоппер дэдди против илья кинга сергей косарев против ильи короля джейсон против данила моргачева джейсон это у нас илья напольнов данил моргачев данил моргачев далее в рэд грейд вот о ком я вам говорил кому нужно встретиться с вану или с кем там еще против алекса дэрби против джейсона ханта это вообще самые наверное ну я не хочу никого обидеть но мне эти чуваки вкатили одни из самых харизматичных я вот так скажу да те кто запоминает со внешностью ну фрейд грейф просто качок в маске конечно но дерби хант это прям ну вот хант особенно мне произвели впечатление такие прям колоритные ну я опять мое любимое слово фрейд грейф это у нас александр мишин алекс дерби это у нас артем какаулин и джейсон хант это роман сукачёв перс роман сукачёва я бы удивился если броманов так выглядел жизни дэниел дарк против вала тохэнса тохэнс я учел твое замечание тохэнс вал тохэнс против дэниела дарка я сначала подумал подождите у нас вроде в прошлом типа был да чувак маски но нет в маске у нас их 22 синкары ой этих господи калиста и мейн ивэнт хаузер против ефима просто матча один на один у нас и один трипл фред ну безо всяких издевательств хаузер тоже четкий хаузер это у нас так тут валт оксэнс тохэнс сори это антон валадов а дэниел дарк это даниил чередников хаузер это у нас стэфан панченко ефим собственно и финк луп ефим напомню что состоит в команде нексуса это вану валдин никита бунин и дима олмер если они появятся на шоу это будет интересно но карт опять же как я сказал может быть поменяется и мы увидимся с вами в следующей части но сейчас я еще то что обещал показать то что обещал сделать булочку сыром не показать титул который у нас есть и что надо поменять вы мне скажите вот дима особенно олмер или кофман и прочее дима просто сказал покажите типа какие есть титулы заходим в кастом а с юниверс и дитайтлз вообще все созданные это у нас вот вот все четыре видишь тут блин так тимовских 2 и соло 2 остальные которые я видел мне шибко не понравились поэтому не знаю ну сева и егор находится на одном бренде мне сказали что нужно забрать у сева титул и кинуть его кому-то из участников которые на второстепенном бренде ну которые вот сейчас будет овс супер шоу но не второстепенно это так образно то есть у его расстанется но и тот титул который у егора людям не нравится то есть надо поменять его но на какие я ведь я не знаю вот созданные только такие есть что у нас тут еще есть чопер дэди в х чемп я вот запутался там у кого-то здесь в х н во хаузер у кого-то здесь лишние титулы да я забыл у кого вот у джеки по моему лишний сейчас погодите вот здесь вот покажу вам в принципе кто смотрел просто можете выключать видосы я чисто для тех кто в теме вот смотрите у нас тут world heavyweight и nvo world heavyweight а здесь ове и хардкорный значит 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 world heavyweight остается nvo world heavyweight остается там ове их хардкорный так погодите а почему а вот то есть то есть у егора просто так железка что ли а нет ну да еще раз там я запомнил а здесь вот ове с круглешочком не значит у все вы просто так железка вот оно чё можно сделать смотрите как можно главным титулом сделать то что сейчас у севы у него забрать и оставить егору ну так как я уже так сделал а одиночный хардкорный в этом бренде я сделаю себе вот а кто у нас хардкорным владеет вот тут можно посмотреть кстати удобнее чё про дэзи это вот на второстепенном бренде и вот это титул это все значит хардкорный хардкорный это на новом который сегодня играли и с круглешочком на новом но получается только вот у севы лишний просто как железка значит я у него забирать его должен я чё зашел куда вообще чуть сева не убралась из наших этих так смотрите я делаю вот так вот если вам что-то не понравится еще то напишите я делаю вот так вот этот главный титул одиночный я делаю ну ладно оставим пусть хардкорный пока да теперь заходим 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 куда заходим или titles здесь значит вот этим должен владеть егор вот так вот этот титул мы делаем вакантным как его сделать вакантным вакант все это правильно теперь что получается хардкорный хардкорным у нас кто владеет я просто забываю я дурачок хардкорным владеет джеки джеки находится на том бренде все правильно ну севе я давал титул потому что он выиграл royal rumble он был на том бренде но давай тогда без титула оставим его у джеки получается так ну теперь только тип титула можно поменять если чё все получается ове чемпионшип главный это владелец егор а хардкорным владеет владеет джеки все здесь разобрались здесь world heavy ты чё про дэдди получается и хаузер соответственно вот такие дела но чё прошу написать это поменять ли титулы которые вот сейчас стоят да на какие если чё можете залить но мне не все нравились которые я как ну мог скачать там реально ну не очень титулы были если честно ладно всем спасибо за просмотр жду ваших комментариев отзывов чего добавить чего поменять не забывайте про хил фейс ну всем пока увидимся в следующих частях так что это это такое что это это или это то что это это